всем доброго здоровья у нас очередная тренер очки как всегда на канале с вами дмитрий и екатерина мы сегодня будем опять ходить по улице пока есть такая возможность теплые деньки поэтому начинаем с разминки сразу с вертикальной для того чтобы потом мы могли спокойно ходить чтобы мышцы и связки были готовы к тому что с ними будет происходить почему ходим сразу да потому что пока пока еще не так жарко пока еще не так жарко если мы сейчас еще минут 30 разомнемся будет совсем жарко и тяжелее будет ходить поэтому с утра но несмотря на это все равно разминка есть как таковая она существует пускай она будет меньше 4 вертикализации чем обычно но корпус будет готов и дима тоже я очень надеюсь на что начинаем придерживаем коляску дима выезжает на самый край потянули наклоном вперед спину сан сан саныч начинаем по дренажной техники которая помимо всего прочего еще и способствует опорной функции суставов да то есть прорабатывается очень хорошо голеностоп у кого есть небольшие контрактурки голеностопном суставе за счет того что нога постоянно тянется носком вперед да вот эти вот пружинящие движения пяточками из положения стоя они есть также из положения себя когда вы начинаете вот таким вот образом праздник подбрасывать свою новую до разрабатывая долиностопный сустав вот эта же имитация происходит из положения стоя далее таз вперед таз назад для раскрытия тазобедренных суставов так чтобы после этого работаем руками по планкам по шведской стенке поднимаемся максимально высоко подаем вперед грудной отдел живот и таз растягивая всю переднюю поверхность грудного брюшного потянулись далее работаем с перекатом на носок на пятку как бы слегка выпрыгивая переносим вес тела на носочек и на пятку держаться можно при выполнении этого упражнения как в районе грудного отдела так и в районе пояса чем ниже руками вы держитесь тем сложнее будет выполнять упражнения эти упражнения можно выполнять если вы уже хорошо строите так как дима значит либо еще лучше без подвязок без опоры в колено упор если все-таки ваши колени не замыкаются то нужно будет стать поближе к коленям и колено упору таз если не держится то нужно подвязывать и все то же самое вы будете выполнять единственное что амплитуда движения у вас может быть гораздо меньше но нагрузка будет даже ты готов до перенесли вес тела справа на левую ногу по очередно и теперь осили дорогу и идущий пошел случайно получился случайности не повторяю из здесь Какие жаркие? Бегать? Не надо. Слышите, когда убирать? Лучше убирать. Бегать не надо. Сейчас, сейчас. Надо камеру включить. Какую? Которую возле качели. Маленькую? Пошел? Ты не хочешь? Не интересует. Маленькую. Маленькую как раз. Приджу еще один мальчик. Девушки отдыхают. Приджу. Приджу. Вд strips. Я не хочу. Я рядом. Приджу. Приджу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 И обратно, раскукивая головой, макушка тянется вверх. Мы как-то не рассказали происходное положение. Я так засмущалась из-за благодарности, что сейчас расскажу происходное положение, когда мы уже сделали одно упражнение, даже два. Помним про то, что когда вы сидите, либо стоите, вы подкручиваете таз, упрямляете спину, макушкой стремитесь вверх, раскрываете грудную клетку из этого положения, стоя и сидя. А если сидя, то тогда еще дополнительно ноги согнуты в углах 90 градусов, в коленах и в забедренном суставе. Так, ну что, продолжаем дальше. Берем палочку, я беру ленту и начинаем работать с руками. А до этого мы работаем плечами. Плечами. Если у вас лента, то ленту мы немного натягиваем, но не перерастягиваем. Из этого положения поднимаем руки вверх и опускаем вниз. Не сломаешь волосы? Не сломаем волосы. Давай, поехали. Так, подожди, нежно присоединяться. Да. Таз подкрути. Да. Как я, да? Угу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ну да, все. Девять. И десять. Хорошо. Хочу поделать. Хочу поделать. Хочу поделать. Все-таки тяжело после ходьбы. Ну, вроде бы простые упражнения. А зимой тоже будем ходить или скользко? Зимой будем ходить, не будем подматывать. Да, чтобы мы лыжи тебе оденем. Ну, мы на лыжи. Шик. Шик. А если... На санночках, да и потянете меня. На лыжи. А если, это... А если мало ли, ну, там, лёдик будет, то коньки. На санях. Вот на коньках я бы на себя посмотрел. Ты до этого не катался. Так, а лето нужно ролики купить. Малыш, как катался на коньках. А лето нужно ролики купить. Почти, на ролики. Будет тебе легче. Шик. И все. Потом ты, видишь, не вспотела, а мокрая. Все, на ролики. Ладно. Так, ну что, давай. На раз подняли. На два согнули. На три вытолкнули. На четыре опустили. Работаем. И. Я буду заказать. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Два. Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Пять. Раз, два. Три, шесть. Раз, два, три. Семь. Раз, два, три. Восемь. Раз, два, три. Девять. И раз, два, три. Девять. Хорошо. Для следующего упражнения удерживаем палочку за самые края, упирая ладонную поверхность в палочку. Или просто максимально широко. И выталкиваем вертикально-боковое отведение одну палочку, вертикально-боковое в другую палочку. Эту же палочку в другую сторону. Я спать. Давай поподжар. Сейчас, подожди. Смотри, после ходьбы. Опорная она ноги. Такая, мальчик. Уставшая и сложная, но она почти не работает. Поэтому тяжело, почти не работают ноги, поэтому приходится все удерживать спиной. А спина тоже уставшая. Да, тяжело вообще. И жарко, конечно же. Давай. Раз. Так плохо, да? Да. Два. Я буду менять стороны. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще. Жду. По десять? Да. В другую сторону. А я продолжу очередовать. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Следующим нашим упражнением будет движение гребля с элементом сгибания в локтевом суставе. Работаем вперед и затем работаем назад. А что ты мне взяла, когда я с стену? А мы потом палочку зафиксируем на ленту и ты поработаешь груди для работы спины. И вот на трицепс вот такое упражнение мы давно не делали. Спасибо. Трицепс вообще давно не делали, кстати. Нет, мы уже уже три делали. Каждый день, когда перестану, ваше сестье. Давай, поехали. Поплыви точнее. Раз. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Девять. И десять. Десять. Обратно. Задышка, да? Слышишь? Слышим. Ты когда-то смеялся, что у меня воздуха не курят? Да я же не курю. Я же не курю. А то, что тебя ни разу не видели курящего, это не значит. Вот так вот, да? А тебя видели не курящего? Конечно. Поэтому все знают, что ты не куришь. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Девять. И десять. 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 Убираем палочку. Шея? Нет, нет, какая шея? Подожди. Шея? Давай, палочку поверем. Что это такое умеет? Ну, в детстве цеха не украли. Они украли, потом вернули. Да, вернули. Вернули. Сказали, офиг. Нам таких нельзя. Незагонным. Можете переправлять. На кисти или на предплечи? На что ты узнешь? Я вообще не знаю. Супер. Держи плечи ближе к корпусу и максимально выпрямляй локти, как будто перераспредельный. Сидим ровно. Не прислоняйся? Можно не прислоняться. Кто не может не прислоняться, значит, тот прислоняется. Пожалуйста, пожалуйста. Я ее поднимусь с резинкой. Спасибо тебе, добрый человек. Выдвигайся чуть вперед. Пробуй по поводу резинки. Достаточно или еще добавить? Фиксированы. Максимально выпрямление. 1, 2, 3, 4, 5. Прям туда аж перераспремляешь. 7, 8, 9 и 10. Кстати, можно побольше. Можно побольше, хорошо. Кстати, вот обратите, очень сильно обратите внимание, те, кто прорабатывает свои трицепсы. Вот сюда и даже до конца туда. Потому что он включается только на самом конце напрямления. Вы должны, вот рука, у вас плечевая кость прижата к корпусу, да? Вы выпрямили локоть, и вот кажется, как будто локоть уже прямой. Но нет, вы еще дожимаете. То есть вы как будто уперлись и еще пытаетесь переразогнуть. Это для плетикса вообще, это очень важно. Он тогда включается. Когда мы делаем вот малоамплитудно, он тоже вроде работает, но он работает вообще не работает. Не в полную силу работает, то есть не полностью задействовано волокно. Понятно, что участвует разгибание, но... Ну, самое лучшее он включается, когда нажимаешь. Вот я понял, почему я не накачал трицепсы, когда ты еще не хотела со мной заниматься. Я говорю, что со слабаками не занимаюсь. Ты хочешь прям минуту-две? Ну вот я хочу проверить, давай попробуем. Я даже туда руку засуну, а вот ты хочешь? Или уберу зеленую, зеленую оставлю и желтую уберу. Она зеленая поплотнее. Не знаю. Я могу и желтую тебе просто подтянуть вверх. Так, выпрямили спину, макушка. И работаем. Нет. Нет? Тяжело. Я не выжму даже, не хватайте. Давай попробуем сделать. Я слабенький еще. Сколько у меня еще? Всего сорокет. Причем здесь слабенький, всего сорокет. Сорокет, а еще не лучше сходить. А вот это даже не тяжело. Да? Да. Ну-ка попробуй. Прям совсем нет? Нет, я сделаю, но мне это будет тяжело. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, хочу на два, семь, восемь. Девять. Девять. Десять. Хорошо. Все, у меня в ноль. Отдай. Так, прекрасно. Прекрасное сделанное упражнение. Вообще, на зеленых это все. Ну да, последних три до семи ты еще сделал, а дальше было тяжело. Да. Так, твои действия теперь. Берешь руками, кистями. Попробуем. Из этого положения. Максимально получается, какое движение? Немножечко вперед подаешь грудь, растянулся, да? Затем уводишь лопатки, локти, подтягиваешь грудной клетки, слегка подавая верхний плечевой пояс назад. Опять вперед растянулся, подал грудной вперед и к грудному отделу подтягиваешь палочку. Что ты? Ты, может, не справишься? Справишься? Тихо, 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 тихо. Чуть вперед. Лопатки, локти тянешь вот сюда. Раз. Вверх. 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 В груди. Вверх. Три. Вверх. Четыре. Больше. Вверх. Ага. Пять. Вверх. Вверх. Шесть. Вверх. Семь. Вверх. Палочка по направлению к груди. Восемь. Не к животу. Девять. И десять. Ну как? Четыре. Ну говори со мной. Никто с тобой не разговаривает. Во-первых, я постараюсь, что я удержал её пальцами. Угу. А во-вторых, я держал пальцами, думал, и у меня напрягалась всё, у меня спина. То есть не то, что у меня там мало или ещё чего-то, а всё вот, у меня вот. Отдыхай ещё под кольц и уже будем ложиться. Да. Отхватывай никто не поможет. Ещё руки там. Да. Больше вверх. То есть ты не вперёд подавай палочку, а именно сверху и к груди. Первая – лопатки, локти, палочка к груди. Три. Я понял. Четыре. Первая – уходят лопатки. Пять. Да. Да. Шесть. Локти тоже туда подальше. Семь. И поближе к корпусу. Угу. Круто. Восемь. Вот сейчас очень хорошо. Девять. Семь. Семь. Больше вроде десять. 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 Слушай, а вообще спина, вот оно вроде я тянусь, начинаем уже вот здесь, она прямо резинки начинает растягивать, но всё равно спина. Именно вот этот от лопаток и вниз этот треугольник, вот эти вот… Широчайшая мышца, типа квадратная мышца спины. Широчайшая, квадратная, треугольная, прямоугольная, параллельная, октайдер, ну там много всяких. Про октайдер я не знала. Алмазик где-то болит. Да. Вот это вот. Где там алмазик? Внизу? Должен быть. Здесь даже. Где алмазик на спине? В самом низу? Что там золото, бля? Так надо же говорить. Что мы сейчас делаем? Мы работаем сейчас с шеей. Поэтому первое, что мы делаем, убираем наши плечи, назад и вниз. Раскрываем грудной отдел. Макушечку тянем вверх. Удерживаем состояние растяжения на протяжении десяти щек. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабиться. И еще раз. Расслабиться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились. Раскрыли плечи грудную. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились. Давай еще раз будем крутить, потом шею. Сейчас тянем, потом покрутим. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Давай начнем сразу с любимого упражнения твоей мамы. Забираем к себе семечки. Представьте, что перед вами гора семечек. Ваши лопатки и плечи находятся приклеенными к спинке стула. Из этого положения работает только подбородок. Максимально растягиваемся и пытаемся подбородком забрать максимальный объем того густого, что лежит перед вами. Давай. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Следующее упражнение. Выносим руки вот в такое положение, в стороны, и из этого положения поворачиваем голову к одной ладошке и к другой ладошке. Плечо и локоть находятся по одной линии. Стараемся удержать баланс. Если вы пока не удерживаете спину без облокочения, значит, вы можете облокотиться. Если все-таки вы уже достаточно крепки и можете хорошо себя удерживать без облокочения, значит, лучше не облокачиваться. Макушка всегда. Не знаю. И туда, и туда. А потом еще. Тыс, 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 тыс. Вот так вот. Удерживаешь баланс. Лопатки свели. Макушка вверх. И пошли поворот. Нос подбородок. Раз, два, два, три, до восьми. Три, четыре, четыре, пять, пять, шесть, шесть, семь. И восемь. И восемь. И восемь. Увось. Ув気. Мне же пальцы затражали. О-о-о, ну я липс снимался в принципе. Тяжелое упражнение, да? Здесь работает и шея, и спина. И еще у нас одно упражнение, дорабатываем растяжение нерва, почему у шейников не имеют пальцы. Получается, нерв, который идет от шеи через всю руку до нашей кисти, очень часто просыпается не менее пальцем. Это зависит от того, насколько у вас хорошо расслаблены и натренированы одновременно. То есть мышцы должны быть крепкими, но при этом не перенапряженными мышцы шеи. То, что мы сейчас сделали. А еще нерв должен очень хорошо ходить в своем канале. То есть нерв в такой оболочке находится. И по этой оболочке он скользит. Так вот, насколько происходит удачное скольжение, настолько и хорошо происходит питание. Соответственно, если где-то он застревает, то тогда происходят различные онемения, мления в руках. По сути чувствительности. И да, это тоже. Так вот, что мы делаем. Кто может, кто может сделать пальцы вот так, хорошо. Кто не может, это не обязательно. Это плохо, но это не обязательно. Значит, просто постарайтесь расслабиться. Если не получаете и руки зажаты, это ничего страшного. Основной момент, это думать про то, что ладонная поверхность поворачивается максимально вверх и максимально вниз. Мы уже делали это упражнение и добавляли движение корпуса. Сейчас мы корпус не используем. У нас работает все от плечевого сустава. Макушка тянется вверх. И работаем. Можно прислониться, можно не прислониться. Убирать для себя наиболее удобное положение. Сложный вариант. Подключим на спину. Макушка вверх. Да, вот так. Крутили, спина прямая. Макушка обязательно тянется вверх. И работаем с максимальным разворотом кисти. Соответственно, локоть у нас прямой. Если при вот этом движении это и упражнение для тренировки, да, и тест одновременно. Если во время вот такого вращения есть онемение в пальце, в большом, либо в кисти, значит, соответственно, например, вы медленно проворачиваете и понимаете, там кисть повернулась вниз, есть онемение. Соответственно, вы можете сделать вывод о том, что да, действительно, ваш нерв где-то залипает, скажем так, в своем канале и не проходит полноценно по нему. То есть, тем самым, это является и тестом, и упражнением для тренировки вот этой вот подвижности нерва в канале. Ну что? Зачем я говорил на прошлом? Сказали делать-делать? Это полезно. Это полезно. Ну что? Мы закончили с верхней плечевой, мы закончили с шеей. Давай ее расслабим, покачаем. Мы закончили с димой. Да, да, да. И мы укладываемся на растяжку. Да, спасибо. И все. Держим его. Давай. Придерживаем ноги, придерживаем руки, растяжку, а потом качаем вверх. Придерживаем ноги, очень аккуратно дима наклоняется. Помним, что у Зимы шейная травма, у кого стоят пластины в грудно-поясничных отделах, те таким образом через кушетку не растягиваются. Подышим. Немножечко. Воды, да? Да. Если стоят конструкции, так не надо растягиваться. Да. Я же сказала, у кого стоит пластина именно в грудно-поясничном отделе, те не растягиваются через кушетку. У Димы там пластин нету. Наверное, я не знаю. Я не уверен. В грудно-поясничном у тебя нет. Если кейдж и стоит, то он стоит в шейном отделе. Понимаешь? Правильно? А это спина. Там можно потянуться. Ладно, Катерина. Ну что, качаем пресс через кушетку? Да. Давно не было всё такое здание. Вспомнил же. Мурат Масыров. Раз. Два. Давай-давай-давай-давай-давай. Три. Я понял. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Еще разок. Десять. Хорошо. чудо-чудное и диво-дивное и диво-дивное и диво-дивное стандартная растяжка. У Димы утяжелители для доработки трицепса. У Кати ноги для доработки ног. И как накачать грудную мышцу, спрашиваю? Поднимаешь саму? Да. Разводка и штанга. И элемент штанги. Чем шире лодка, тем больше задействована грудная. Это так, в двух словах. Ну, отжимание еще написано. Ты все правильно написал. А специалист? Так опыт уже какой. Пятилетний. Да, 6 лет уже где-то через месяц. Мама! Мама вышла. Так, до конца. И до конца мы примем. Тяжело капец. Дорабатывать? Вообще, они не хотят выпрямляться. Говорят, Дима, истеричка ты ненормальная. Хорош. Да, Татьяна? Угу. Слышишь? Тоже это слышишь? Они же тебе сказали, а ты повтори меня. Правильно сказали? Ну, я же руки походу подниму. Ладно, согритесь тряпкой. Фу-фу. Пресс вообще все. Ноги, пресс, спина, трицепс, руки, плечи. Все. Обшие готовы. Да что казалось, у нас уже 3 минуты идут, 6-2 часа, между прочим. Да нет, больше чем полтора уже точно. Да, по двум часам. Так чудно походе, глаза не взрывается. Я поедаю, ты издеваешься, что это надо? Тебе шок, ты делаешь? Так, это ж еще сегодня у меня массаж. Подошла к концу наша сегодняшняя тренировка. Хоть было жарко в начале, но хорошо теперь. Будет вентилятор, мы в доме, это классно. Надеюсь, что вы были до конца с нами и вам тоже понравилось. Сегодняшний результат ходьбы, вообще он просто. Меня, я не знаю, я в восторге. Это, как Катя говорила? Как ты говорила? Я, знаешь, только сутки наговорила. Уже наговорила, наверное, 4 года, как минимум. Ну, вообще, третья попытка. Получается, первый раз вы, когда что-то пробуете, вы не должны ждать от этого большого результата. То есть, вот как получится, а там посмотрим. На вторую попытку обычно вы уже возлагаете какие-то надежды. Так, я же уже первый раз там прошел, или присел, или встал, да. То есть, я уже, все, я уже молодец. Я сейчас это, как сделаю, как хорошо, да. И выплывают косяки обычно на второй. А уже третий, четвертый раз обычно вы понимаете, что так, встать я что? Могу. И пойти я могу. Косяки какие в прошлый раз были, если вы, конечно, проводите анализ. Вот там-то и там-то, я вот так-то и так-то нет. Или сил не хватило, или мышца забилась, или там, например, вот как у Димы получилось, что там есть небольшой наклон дорожки, надо как-то этот момент обойти. Вы конструктивно подошли к анализу предыдущих тренировок и выявили все минусы и плюсы. То есть, где вам не психовать, даже если что-то будет не получаться, и как с этим работать. То есть, вот если не тянется, значит, надо, чтобы кто-то поднял там или еще что-то. И третья тренировка, четвертая, обычно она идет на ура, потому что вы провели анализ. На самом деле это просто результат команды работы и твой профессионализм. Не надо тут выдумывать. Анализ, да, анализ, мы всегда анализ делаем. Без анализа ты ничем не достигнешь. Нужно осмотреть ошибки, учиться наше. А на самом деле это командная работа. Твой профессионализм и оправа. Да, и ты прекрасный анализ. Да, друзья, оставайтесь, увидите, идут результаты. Ну да, долго. Вот у нас уже канал сколько? Больше, чем полтора года. За полтора года. Можете посмотреть первое видео, где я сидел там на кушетке вот так. И вот сейчас я уже даже по улице буду ходить, бродить начинаю. Кстати, на канале первое видео, которое мы начинали только ходить в ходунах. И буквально доходил вот до угла. Вот его первое. Там встал, все, плакал, заплакал. Меня посадили, говорит, не ныне. Так что оставайтесь с нами. Система работает. Упражнения помогают. Как бы вам кто что не говорил, что это все неправильно. Все помогает, все правильно. На своем примере я доказываю это. Так что, Катя, спасибо тебе. Всем пока. Все счастливы, смеются. Всем до свидания. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok